Так, ну что, друзья, давайте продолжим. Сегодня мы по большей части поговорим про рекламу, потому что всю эту неделю я экспериментировал именно с ней. Да, но для начала давайте поделюсь немного своими ощущениями, впечатлениями от ТикТока, как вообще все тут происходит спустя, скажем так, месяц пребывания, ну и вообще, насколько вся эта правда, то, что нам говорят в интернете по поводу того, что товар раздал блогерам, они сняли видео, ты сидишь, получаешь свои продажи, все идет, все классно, все замечательно, но не так все это на самом деле, да, не буду вас обманывать, смотрите, то есть по статистике, у меня 10 наименований товара, я раздал 300, почти 20 единиц этого товара, то есть получается на каждое наименование там 30 с копейками раздач у меня было. Вот, с этих 300 раздач, ну короче, с этих 10 товаров, один товар, который у меня хороший, который давно продается на Амазоне, то есть и там хорошие продажи, он, ну я не скажу, что выстрелил, ну короче, за месяц я продал где-то, наверное, 160 юнитов, но это с учетом подключенной рекламы, то есть я на нем экспериментировал по рекламе, то есть поэтому там такие продажи. А самый такой, ну назовем его, топовый блогер мне принес, по-моему, 15 продаж его, вот видео, все остальные, ну как все остальные, большая часть вообще нулями, ну и там блогеры 2, 3, 4, то есть продажи. Что касаемо остальных 9 товаров, получается по каждому товару я раздал примерно по 30 штук, на каждом товаре у меня сейчас, ну больше 10 продаж нету, то есть получается, что с 30 раздач, в лучшем случае, ну я не знаю, ну 7-8, то есть продаж, соответственно, вы посчитайте, то есть это траты на товар, ну грубо говоря, там давайте у меня товар, например, вместе с доставкой в США стоит там 5 долларов, например, вот, то есть стоит он 5 долларов сам товар, плюс его надо с моего препа доставить блогеру, это, соответственно, 4 доллара, это уже 9, и плюс 2 доллара заплатить препу, то есть это 11 долларов. Получается, если мы умножаем на 30, это у нас получается, 11 долларов 110, на 330 долларов я потратил, вот, и продалось, то есть товар я продаю, ну грубо говоря, там по 20 долларов, то есть продалось 7-8 товаров, то есть это, ну сколько, 150-170, ну короче, вот такая вот математика примерно получается. Вот, поэтому и это при условии, что блогеры-то я не всем подряд раздаю, то есть я раздавал топовым блогерам, то есть я напоминаю, есть вот такой вот у нас ботик, вот, сейчас он подгрузится, вот, где можно настроить вот эти вот раздачи, и где, соответственно, можно выбрать, так, ну ладно, то есть можно выбрать, каким блогером мы будем раздавать, это я раздавал блогерам, у которых больше 10 тысяч подписчиков, и у которых оборот денег больше 10 тысяч долларов, вот, то есть, ну такие нормальные блогеры, и, соответственно, ну как сказать, у меня не было такого видео, чтобы оно завирусилось, то есть 330 раздач вирусного видео мне не прилетело, ну хотя все нам в интернете говорят, что вот, да, там вирусное видео, там у вас будет, там, 2-3 тысячи продаж с него, ну, может быть, у кого-то так есть, у меня так не получилось, поэтому я, собственно говоря, пошел дальше, потому что мне тема TikTok интересна, и следующее, что, ну как можно сделать, то есть если, соответственно, блогеры вот эти вот, они не приносят продаж, что может принести продаж? Продаж может принести рекламу, то есть я увлекся темой рекламы, сейчас я вам расскажу про рекламу, свои результаты и вообще, что, как и впечатления о ней. Так, когда вы заходите в Seller Central, вот здесь вот есть кнопка маркетинг, и тут, собственно говоря, сразу у вас откроется вот такой вот мини-рекламный кабинет, потому что тут есть еще и другой, сейчас про него тоже расскажу. Да, у вас вот этого ничего не будет, это я уже тут, скажем так, наработал. Вот, у вас будут вот эти две кнопки, эта кнопка, это чтобы создать автоматическую рекламу, это ручная реклама. Я сначала запустил автоматическую рекламу, сейчас я вам покажу статистика, вот, то есть я ее запустил 2 сентября, 3 сентября у меня было, я потратил 32 доллара, у меня было 8 продаж, то есть, ну, в принципе, скажем так, неплохо для первого дня рекламы. На следующий день я потратил 55 долларов, это, то есть, не я устанавливал цену, у меня там стояло, по-моему, что-то 70 долларов в день, то есть, лимит на рекламу, это сам ТикТок, то есть, решал, что вот столько я должен потратить. Да, потом на следующий день было 55 долларов и 10 продаж, потом было 7 продаж и 42 доллара, и вот потом я стал уже экспериментировать, и вот тут вот мы видим, что результаты пошли вниз. Я стал экспериментировать в плане того, что если подрезать бюджет, если изменить РИО, то есть, какие будут результаты. Результаты, и это, причем я, как сказать, со знанием рекламы, я все-таки ей немножечко как-то занимаюсь, стою на Амазоне и там остальные площадки. Вот, то есть, хотел поэкспериментировать, посмотреть, но выясняется, что алгоритмы ТикТока, они работают лучше, чем мои знания. Ну, вот так вот, искусственный интеллект умнее, признаю. Вот, вот это вот тут показывает. Так, теперь давайте я расскажу, что там такое РИО и вообще, как все это делается. Мы заходим вот сюда, ну, тут у меня уже открыто, чтобы не грузилось. А, нет, не открыто у меня, по-моему. Так, да, давайте покажу. Заходим мы вот в эту кнопочку, ручная настройка. Да, на самом деле реклама по настройкам в ТикТоке очень простая. Большую часть за вас делает все, как сказать, искусственный интеллект, потому что реклама в ТикТоке, она похожа на рекламу в Фейсбуке. То есть, ваша задача выбрать, скажем так, интересы, направления, связанные с вашей целевой аудиторией. То есть, тут нету каких-то ключевых слов, ну, максимум, может, хэштеги только. Вот, все остальное это делает сама реклама, но сам ТикТок. Так, заходим мы в автомат. Здесь, ну, собственно говоря, только одну можем выбрать. Здесь рекламировать либо все продукты, либо выбрать конкретные. Ну, естественно, я выбирал конкретные. Здесь, здесь никакого выбора у вас нет. То есть, максимальный доход, оборот, как это назвать, сейчас переведем. Валовый доход. Вот, так это они называют. Или свой валовый доход. Это, кстати, при этом... Ну, короче, непонятная информация. Я очень долго пытался вообще расшифровать их, вот эти вот термины. Вот, но потом с горем пополам все-таки расшифровал. Ну, тут в любом случае других вариантов нету, выбирайтесь. Поэтому особо голову себе не забивайте. Единственное, что вы можете тут поменять. Смотрите, вот это вот Рио. Вот, вот тут они советуют. Вот вначале я работал по их советам, и у меня, типа, там все было хорошо. Потом я решил вмешаться в работу искусственного интеллекта, и у меня стало все плохо. Вот, то есть, вот тут вы можете ставить любое Рио. То есть, не знаю, какое хотите, 4, 5. Чем меньше Рио, соответственно, тем больше вы будете тратить денег. Такое вот тут правило. Ну, ставим так, 3, 6, как они рекомендуют. Хотя мы ничего включать не будем. Да, так вот, 3, 6, и вы можете бюджет ставить. Вот, они тоже рекомендуют 90 долларов. Вот, но это не факт, что весь бюджет вот этот вот потратится. Потому что вы видели у меня, то есть, на этой вкладке, что вот здесь вот тоже везде было 90 долларов, но тут вот 30, 55, то есть, как хотел, так и тратил. Мои кровные денежки. Вот, собственно говоря, и что еще? А, и тут вот есть автоматическое видео. Вот, что это за видео, непонятно. То есть, это они как-то сами выбирали при условии, что у меня тут написано почему-то 0 видео, хотя у меня есть добавленное видео по коду. Вот, либо вы можете, то есть, выбрать видео сами, какое хотите. Я, вот когда у меня были хорошие продажи по рекламе, у меня стояло автоматическое видео. Что оно показывало, я понятия не имею, вот честно, потому что это никак нигде посмотреть, то есть, нельзя. Тут до статистики я еще не добрался, не знаю пока, где это смотреть, но это, как сказать, неочевидно можно увидеть. Вот, короче, автоматическое, либо сами выбираете, ну и название компании. Все, нажимаете запустить, и автомат пошел. Вот, да, смотрите, просто вы сейчас подумаете, что ничего не трогайте, запускайте, и у вас тоже все будет хорошо. Это на моем товаре так работало. Какой у вас товар, я не знаю, как у вас работает, понятия не имею. Поэтому, то есть, я делюсь именно по своему товару, у меня вот сработало так, что я запустил автомат, ничего не трогал, и, то есть, ну, были, скажем так, продажи. Как только я вмешался в работу автомата, все у меня пошло по одному месту. Вот, собственно говоря, вот то, что пошло потом, то, что было. Вот, это у меня, как сказать, тестовый аккаунт, экспериментальный, поэтому, поэтому буду, буду тут и дальше играться. Так, это, да, это я поигрался с этой рекламой, потом мы переходим, собственно говоря, к ручной настройке. Это вот эта вот кнопочка уже. Да, нажимаем на ручную настройку. Это для тех, кто хочет повозиться. Сразу бегая вперед, скажу, что ручная настройка показала себя хуже по результату. Вот, так, заходим мы. Вот такая вот стартовая страница. Да, вот здесь вот нам предлагают выбрать стратегию, то есть, вообще, что мы будем продвигать. Реклама в ТикТоке, реклама в Фейсбуке, рекламный кабинет очень схожи. Поэтому, если вы занимаетесь рекламой в Фейсбуке, вам будет очень легко. Так, вот это вот все, вот это все. Если мы планируем продавать товары, это все нам нафиг не надо. Вот, единственное, что нам надо, это вот эта вот кнопочка, да, продаж, собственно говоря, товаров. И тут есть два варианта. Мы будем лить эту рекламу, либо, то есть, на страницу ТикТока, но поскольку мы продаем в ТикТоке, соответственно, в ТикТок Шопе, соответственно, нам вот это вот надо. Вот. Это, если вы хотите лить рекламу на какой-нибудь сторонний сайт, например, Shopify. То есть, вы рекламируете с ТикТоке, но ссылка для перехода будет идти на Shopify. Тогда вы выбираете это. Я рекламирую ТикТок и показывать буду по ТикТоку. Вот, здесь название компании назвать можете как угодно. Тут дневной бюджет вы устанавливаете. Но я больше советую бюджет устанавливать не в компании, а потом там будет группы, по-моему, это называется. Ну, короче, есть компании, группы, объявления, по-моему, так вот. Три таких шага. Это, собственно говоря, компания. Здесь вот только две кнопочки щелкаете, все, тут бюджет. Но если вы какой-то супер-мега-специалист и знаете, как это прям классно работает, можете ставить. Я бюджет ставил на уровне этих объявлений. Так, нажимаем дальше. Нажимаем дальше. И вот здесь, и вот здесь спустя. Так, вот тут смотрите. Тут, в общем, есть три варианта настройки. Первое, это, собственно говоря, что мы будем показывать. То есть мы будем показывать видео, либо рекламируем видео, либо лайвы, либо карточку товара. Карточку товара, ну, я запускал по карточке товара. То есть в чем разница? То есть видео, это когда листают ленту, и вот в ленте вылазит видос, то есть ваш рекламный, где блогер снял, либо вы свой загрузили, без разницы. Это вот эта вот штука мы продвигаем. Вот эта штука, это есть, как бы сказать, ну, допустим, телефон, вот, да, прямоугольный такой. И там, там есть раздел шоп, по-моему, он называется. То есть это заходишь в этот шоп, ищешь товар по категориям, ну, то есть типа Амазона. Вот, но вот эта штуковина, я не знаю, у меня в ней продаж вообще не было, то есть все вот через видео. Ну, собственно говоря, это и есть фишка ТикТока, что люди делают покупки, когда листают ленту, видят классный товар, кто-то его рекламирует, то, да, хочу купить. А не так, что они заходят в ТикТок, чтобы зайти в шоп, чтобы купить товар. Если они хотят конкретно купить товар, они идут на Амазон, то есть если хотят полазить в каталоги. Поэтому все-таки лучше продвигать вот эту штуковину. Лайвы, лайвы, ну, я не знаю, лайвы очень мало приносят продаж, чтобы вы понимали, ну, из 100 продаж, может быть, одна, два, две приходится на лайв. А в Китае, да, это развито, они любители там делать лайвы, они там где угодно это все делают, но, как сказать, в США это не развито. Лайвы пока что отстают. Поэтому я однозначно выбираю вот это, что выберете вы, это уже сами как хотите. Так, здесь, то есть, магазин, если у вас несколько магазинов, можете выбрать какой-то другой. Здесь у нас что? Здесь у нас, собственно говоря, ТикТок. Здесь, короче, хотим мы, чтобы были комментарии к нашему видео или нет, и имеет ли право другие люди скачать наше видео. Ну, вот это вот можно выключить, чтобы, скажем так, и не качали. Комментарии, комментарии советую оставить и советую комментарии проверять и отвечать на них. Потому что у них там такая система, что если человек тебе написал комментарий и ты ему ответил, то, соответственно, все потом твои видео будут этому человеку показываться. То есть, если ты в комментариях контактируешь с людьми, то все, кто были в комментарии, соответственно, потом эти видео будут тебе показываться. Это, кстати, мне один американский очень умный человек рассказал, потому что пытался найти, короче, какой-то контент по рекламе на русском языке, естественно, ничего нету, абсолютно одни просто тупо рекламы, что типа идите на ТикТок, и все будет у вас офигенно, будете ездить на крутых тачках, вот, а по делу, ну, только регистрация аккаунтов есть, а вот там реклама, еще что-то, поэтому я стал искать в иностранных источниках и, соответственно, нашел очень крутого чувака, который, собственно говоря, помогает ТикТоку настроить его рекламу, то есть он, у него свое агентство по продвижению товаров, и он дает лекции работникам рекламных кабинетов ТикТока, то есть что типа, ребят, а сделайте вот это, а сделайте вот то, потому что типа если вы это сделаете, то тогда там продавцы, покупатели будут делать вот так, и это типа круто, и вам, и им, то есть он им рассказывает, как лучше сделать, поэтому, то есть очень умный такой дяденька, вот, так, и вот он как раз говорит, что типа если вы взаимодействуетесь в комментариях с людьми, то, соответственно, потом ваши видосы будут к ним подтягиваться, то есть вы увеличиваете, ну, аудиторию свою. Так, поэтому, да, ну, чтобы конкуренты скачивали, нам нафиг это не надо, идем дальше, тут аудитории, то есть если у вас есть какие-то аудитории, то есть если работали вы на Фейсбуке, либо там еще где-то, и у вас есть там такие экселевские, либо там блокнотовские документы, где у вас аудитория уже есть ваша, либо есть еще специальные сайты, программы, то есть если, например, вы продаете на Shopify, либо вы куда-то льете трафик, то есть документы с этими, ну, как сказать, с аудиториями, то есть тут вы можете загрузить аудиторию, либо, то есть аудиторию, которую хотите исключить, вот, но я с этим не заморачивался, поэтому мне это вообще неинтересно. Так, двигаемся дальше, дальше, место расположения, ну, соответственно, США, да, здесь возраст выбираем, какой хотите, да, здесь пол, вот, а здесь язык, да, по поводу языка я выбираю all, вот, но вообще такая, как подсказка, что ли, ну, короче, английский, он, в принципе, в США очень сильно уступает испанскому языку, потому что, вот, например, все видео, которые мне принесли, какие-то продажи, все на испанском, нет, из 13 видео одно на английском, все остальное это испанско-говорящий, вот, то есть поэтому, то есть испанский язык рулит там, поэтому вы, когда будете запускать рекламу, вы запускаете, не думаете, что типа Америка на английском языке, нет, то есть гораздо больше продаж у испаноговорящих людей, чем у англоговорящих людей, вот, это не только у меня, это вот я как раз смотрел и других блогеров, то есть у них вот именно так, то есть, причем не важно, какая ниша, так, поэтому все языки, так, вот здесь, вот здесь вот интересы, вот здесь, собственно говоря, это, наверное, единственный момент, где вы можете вмешаться в настройке рекламы, то есть тут вы можете уже выбрать по интересам, то есть своего рода, ну, не то чтобы категории, но можно это, конечно, назвать категорией, тут есть видео, которые интересны вашим людям, то есть, например, сфера, вот, например, ну, давайте бьюти, то есть можно либо, ну, куда ж ты, либо всю бьюти, либо открыть, то есть какую-то подкатегорию, вот, вот, то есть выбрать сюда еще углубиться какие-то, то есть более узкое, то есть это вот интересы аудитории, на которую вы хотите рекламироваться, то есть откуда берутся эти интересы, это, опять же, как раз искусственный интеллект ТикТока, то есть у него есть наш виртуальный аватар, скажем так, а этот аватар состоит из чего, то есть он анализирует, что мы смотрим, какие видео, где оставляем комментарии, какие хэштеги, что там лайкаем, не лайкаем, сохраняем, перепост, на каком видео даже мы дольше проводим время, на каком меньше, то есть и вот это вот все он собирает и создает наш виртуальный аватар, вот, и это, собственно говоря, наши интересы, соответственно, если вы смотрите кучу видосов про машину, про машины, вот, вам будет показываться еще больше видосов про машину, то есть хотя бы не ищите специально, то есть просто как-то, ну, вот это подтягивается, и, соответственно, вы будете в какой-нибудь графе тут авто там и еще что-то, это вот вообще общие интересы. Вот есть по видео, по-моему, интересно, так, давайте лучше переведем. Так, что у них тут? Видео интерактивы. А, это вот за 15, это, это, короче, всего определенному контенту, да, это вот за 15 дней, то есть люди, что смотрели, то есть такой же аватар, но на основе 15 дней они все его взаимодействия с создателем. Так, это вот если вы на кого-то подписаны, наблюдаете, то есть это вот такая, ну, и это хэштеги. Вот, короче, тут можете забивать все вот эти вот интересы, но забегая вперед, я вам скажу, что те люди, которых я смотрел, в том числе и крутые американские настройщики рекламы, они что советуют? Они советуют оставлять большие интересы. Это опять возвращаемся к теме того вот автомата, где пока я не лез, все было хорошо, как я только залез, стало не очень хорошо, что ТикТок, он лучше распределит ваши показы, чем вы вот здесь вот сделаете интересы. Вот, и тут вот, кстати, мы сейчас затронем тему рекламы, сейчас быстренько тут дойдем, тут вот бюджет, минимальный бюджет 10 дней на, 10 долларов на день, когда запустить. Это, короче, тоже какая-то ненужная графа. И вот здесь вот единственное, что еще мы можем, скажем, нести, тут у нас есть вот, да, валовый оборот, это вот продажи, это, что это такое, это, по-моему, просмотры, переведем. Так, валовый доход, покупки, оформление заказов, клики. Вот, я тоже очень долго пытался найти разъяснение вот этим вот графом, что это означает, что к чему, для чего, то есть вот это вот все понятно, если вы хотите, чтобы у вас было много кликов, но много кликов – это не факт, что это будет продажи. Вот, короче, это тоже увеличение количества кликов, то есть нажатий, но переход, то есть на ваш магазин, но тоже не факт, что будут у вас продажи. Вот, и у меня был вопрос вот по этим двум пунктам, потому что увеличить свой валовый доход, то есть чтобы добиться максимально возможной отдачи от рекламных вложений, количество отправленных заказов, чтобы добиться минимальной стоимости каждого заказа. Вот, короче, я очень много лазил, пытался найти что-то. Вот нам нужны покупки, вот именно покупки, они прямо их так и назвали, то есть именно вот эта вот графа, если мы продаем товары. Но опять же, если вы какой-то мега крутой настроющий к рекламе, и вы разбираетесь лучше, то можете поэкспериментировать, посмотреть. Но я вот выбираю это. Так, вот здесь вот мы можем, то есть поставить тоже какую-то циферку, то есть, например, чтобы за одну покупку, чтобы цена, например, не превышала там доллар, два или три, то есть, соответственно. Но это опять мы подрежем алгоритмы ТикТока. Вот, лучше ничего не ставить, то есть он сам это все оптимизирует, сам это все сделает. Теперь давайте по поводу стратегии, то есть что вообще говорят умные дядьки, и к чему я тоже пришел с помощью экспериментов. То есть, какая стратегия? Мы запускаем видео. Да, здесь, ну это я все показал. А возраст? Ну, возраст тут, конечно, зависит от вашего товара. Вот, если, например, блин, ну не знаю, вы продаете, ну возраст и пол, то есть, если, например, да, вы продаете женские трусы, то вам, наверное, не нужны мужчины. Вот, или там, не знаю, если что-то у вас связано там с возрастом, то, наверное, лучше ограничить. Вот, если же ваш товар какой-нибудь, например, у меня вот эти вот резинки, для льда, вот, то есть они, ну и для мужчин, и для женщин, возраст дофиг его знает, всем подойдет. И 18 лет, и 55 плюс, поэтому ничего не ставим. Языки все, интересы не указываем. Вот, дневной бюджет мы ставим 10 долларов, 10, максимум 20. Больше не надо, короче, ставить. Вот, выбираем продажи и ничего не указываем вот здесь вот. Вот, и запускаем нашу, сейчас перейдем, следующая там стадия будет, это объявление, контент, что-то такое, сейчас вам бюджет. И, короче, то есть запускаем. Вот это вот лучше на одно объявление делать одно видео, то есть, чтобы на одно видео был бюджет 10 долларов в день, да, с общей широкой аудитории. Вот, и эта реклама должна прокрутиться 7 дней. Итак, что говорят умные детики с Америки, которые настраивают рекламу крутым брендам? То есть, они говорят, что 7 дней – это именно тот срок, который нужен алгоритму ТикТока, чтобы понять вашу рекламу. То есть, вот тот товар, который вы хотите рекламировать. То есть, через 7 дней уже все будет ясно. Ну, максимум может быть 10, но вообще говорят 7. Вот, то есть, за 7 дней он уже покажет разной целевой аудитории, то есть, он все прокручит, он уже поймет, кто кликает на нее, кто не кликает, какие продажи. То есть, через 7 дней у ТикТока сформируется образ, аватар вашего рекламного товара. То есть, что вы хотите продавать, что вы в итоге продаете. Вот, и через 7 дней вы можете принять решение. Либо, если вас не устраивает, вы закрываете эту рекламу. Вот, ну, как правило, если не устраивает, нет плохих товаров, есть плохая реклама на эти товары. То есть, значит, видеоконтент, который будет подгружен к этой рекламе, то есть, значит, он какой-то неправильный, значит, его надо поменять. Либо, если вас все устраивает, то вы увеличиваете, соответственно, вот этот вот дневной бюджет. И, опять же, советуют увеличивать не сразу там с 10 до 100 долларов, а каждые 3-4 дня увеличивать на 10-20, ну, максимум 30 долларов. Вот, то есть, постепенно вот такими вот шагами. То есть, чтобы, как сказать, алгоритм ТикТока вот это все, то есть, пережевывал плавно. То есть, не так, что вы с 10 долларов на 100, он сразу аудиторию расширил, и, соответственно, будет куча, ну, не попаданий в эту аудиторию. Когда вы постепенно, то есть, это расширяете, то есть, больше вероятность, что алгоритмы ТикТока будут попадать именно в нужную аудиторию. Вот, вот так вот, да. Поэтому, если вдруг, ну, у меня тут какие вопросы? У меня вопросов к специалистам-то нет уже. Вопросов нет. У меня были вопросы, я долго искал вот по поводу этим пунктам, но я уже разобрался. Вот, поэтому тут, в принципе, а, ну, вот здесь, ну, доллар, два, три, ну, тоже, в принципе, вопросов нет. Лучше открывать, оставлять открытым. Вот, так, ну, переходим, собственно говоря, к следующему, к финальному шагу. К финальному шагу. Так, пока мы идем к финальному шагу, давайте что-то я хотел еще... А, это по поводу бота. Помните, вот это вот бота? Я тогда говорил, что вот настройки, настройки... Где он сейчас, наверное, не покажет? Так, 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 ладно. Ну, короче, там календарик такой был, и типа вот настройки ставьте там, чтобы через 3-4 дня, короче, они тут сделали буквально несколько дней. Висела такая штука, что минимальный, то есть диапазон, это 3 недели, а сегодня я настраивал бота уже минимальный, то есть неделю. То есть они тоже, видно, как-то экспериментируют. Вот, из дополнений. И еще, и еще, и еще, и еще, и еще. А, еще, помните, я вам говорил... Сейчас, кстати, да, очень такая нужная будет информация. Я вам говорил, что когда мы рассылаем приглашение, когда мы рассылаем приглашение через бота, к нам приходит, ну, куча заявок, которые хотят с нами, но мы не хотим с ними работать. И там будет такое, типа, принять-отказать меню, и если нажимать отказать, будет выкидное меню, и там будет, типа, креатор не подходит, объявление недоступно, товара нет в наличии, и другое. Вот, я, типа, говорил, выбирайте товара нет в наличии, аутосток, типа, ну, потому что креатор не подходит, ну, типа, можно объездить человека, а вдруг вы какой-нибудь другой товар ему потом будете предлагать, а он, типа, не возьмет, типа, как-то, ну, непонятно. Товар недоступен, ну, тоже непонятно, то ли это забанено, то ли еще что к чему, то есть, вот, и я говорил, выбирайте аутосток. Так вот, ни в коем случае, ни в коем, запомните случай, не выбирайте аутосток. Лучше пишите, что креатор не подходит, хер с ним, с его обидами. Вот, потому что я выбирал вот это вот, что товар не подходит, и мне прилетело нарушение на аккаунт, там, как всего можно 48 баллов накопить до блокировки, вот мне 2 балла, короче, приплюсовали за то, что я не слежу за своими остатками на складе. Оказывается, TikTok вот этих креаторов расценивает тоже как покупателей. То есть, он расценил, что я отказал 30% там людей, которые ко мне обратились, что, типа, я писал аутосток. Вот, поэтому ни в коем случае не выбирайте аутосток. Что другое выбирать, я пока еще не знаю. Нет, ну, я говорю, то есть, креатор не подходит, либо там можно другое. То есть, товар недоступен, тоже не выбирайте, потому что, я думаю, тоже что-нибудь прилетит, потому что, ну, если недоступен, значит, это какой-то ваш косяк. Поэтому нет, то есть, либо креатор, либо там есть функция другой, вот его выбирайте. Вот, ну, и пишите, почему. Ну, хотя лучше креатор не подходит, и все. Так, вот мы опустились на уровень ниже. Это вот будет объявлением. То есть, тут вы опять пишите название. Тут вы добавляете товар, какой хотите. И вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот видео. Видео будет либо партнерское. То есть, это вот как раз то, что по кодам. По кодам. Помните, в прошлом уроке он показывал, что они присылают вам код. Вы в рекламный кабинет его вставляете, нажимаете ОК, и оно у вас есть в базе. И вы можете вот, то есть, выбрать пост ТикТока, и, соответственно, это видео вот рекламировать. Либо видео просто на компьютер вы загружаете. И, соответственно, единственное, когда я нажимаю загрузка, у меня ни хрена не грузится видео. Я его сначала в рекламном кабинете добавляю в библиотеку, и вот с библиотеки оно у меня грузится. Вот, так, здесь вот хэштеги указывают. Ну, и вообще, то есть, описание хэштеги, что хотите. Вот, тут какие очень важные моменты. Смотрите, если у вас не подключен обычный аккаунт ТикТока к ТикТокшопу, вот, то есть, как я уже говорил, что многие продают, типа, аккаунты не подключены. Вот, типа, ТикТокшоп, нате, пожалуйста, а такого аккаунта нет. Тогда вы не сможете, вот на этом аккаунте я, к сожалению, пока что не могу, но мне обещали вроде бы сделать, что все будет ОК. То есть, я не могу загружать свои видео, я не могу рекламировать свои видосы, то есть, их продвигать. Мне приходится продвигать блогеров. Но когда я продвигаю блогеров, то есть, покручу рекламу с их видео, эти козлы, вот, они, соответственно, если народ покупает с моей рекламы, они тоже получают свой процент. Что, типа, мы сняли видео, типа, давай нам вот эти вот бабки, сколько там, 15-20% вы выставляете. Поэтому крутить видео блогеров я не очень рекомендую. Но, может быть, только на первых этапах. Вот, лучше крутить свое, потому что со своего видео вы не платите ничего блогерам. Вот, а тут, получается, вы заплатите за рекламу, плюс вы платите блогеру доставку с препа, работа с препа. Ну, короче, до хрена выходит. Вот, поэтому лучше грузить свои видосы. Тут еще у меня вчера возникла мысль, не знаю, прокатит или нет, но вчера мне один человек сказал, что не совсем прокатит, но я с ним поспорил. В общем, что, то есть, у вас есть видео блогеров, то есть, например, вот видео, вы нажимаете его ОК, включите, то есть, оно у вас показывается на весь экран, просто как видео. А что, если взять программку, запись экрана, то есть, просто вы записываете вот это видео блогера, оно у вас сохранено, у вас в компьютере в загрузках, и вы просто его грузите как свое видео. Вот, то есть, и тогда вы этому блогеру ничего не платите, потому что, ну, вы стырили его видео, то есть, там уже не будет, как сказать, его рекламного кода, это просто ваше видео. Вот, но мне вчера один человек сказал, что, в общем, они, ну, не то, что именно это пробовали, а просто у него жена блогер, она, ну, они сняли видео, и она это видео выложила от себя, то есть, как вот блогер, а он его себе загрузил просто как обычное видео и тоже выложил. И ему прилетело нарушение, там, по-моему, 6 баллов, что ли, за то, что, типа, он украл вот это вот видео. То есть, у ТикТока есть какие-то алгоритмы, где он сопоставляет то, что ты выкладываешь, и то, что уже выкладывали. Вот, но тут, если есть знающие люди, давайте пообщаемся на эту тему, как можно обойти эти алгоритмы. То есть, по-любому же на Ютубе же есть, там, не знаю, зеркально развернуть это видео, поменять музыку, может быть, какие-нибудь вводные знаки, может быть, там текст добавить. Если кто знает, потому что на ТикТоке алгоритмы, скорее всего, ютубовские стоят, вот, по распознаванию видео. Если кто знает, что это за алгоритмы, то есть, как надо изменить видео, чтобы оно призналось моим, а не блогерским, вот, то за эту информацию буду очень благодарен, потому что она очень-очень мне и вам нужна будет. Поэтому прошу вас поделиться этой информацией, если кто знает. Так, да, это вот по поводу видосов, которые можно выкладывать. Так, здесь, смотрите, здесь в описании ничего много сильно не пишите. Тут лучше всего писать прям вот, типа, не знаю, там, фри шиппинг, скидка 20%, то есть, потому что это будет вот здесь, вот, в одну строчку. Вот, и люди, как правило, не листают, не смотрят, что там дальше внизу. Это все вот хренотень, это только отвлекает внимание. Это тоже не мое умозаключение, умных дядек. Вот, то есть, буквально одна строчка. И призыв самый вот такой вот, чтобы бросался в глаза, типа, бесплатная доставка, скидка 20%, успей сегодня, бла-бла-бла и все такое. Так, ну и, собственно говоря, собственно говоря, вы потом нажимаете опубликовать, и у вас это дело все публикуется. Это дело все публикуется и будет выглядеть, 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 выглядеть. Это будет, сейчас вам покажу. А, еще, да, еще, я вам сейчас покажу еще одну программку. Интересно, сколько уже видео идет, немного ли будет. Так, да, и вот здесь, собственно говоря, вот будет ваше эти, тут активные, неактивные. Инактивные, неактивные. Так, ну давайте лучше на английский. Так, инактивный, здесь активный. А, тут, не знаю, бюджет, что ли, кончился у меня где-то. Сейчас, короче, разберусь потом. И, собственно говоря, тут мы вот смотрим, то есть, всего я потратил, получается, за сколько у меня оно тут крутится. Ну, что-то я его недолго, по-моему, кручу. Ну, кручу, кручу. Вот не 7, давайте 7 не поставим. А, так можно же за все время. Так. Так, ну вот я потратил 175 долларов. Вот здесь вот видно, то есть, средним, сколько обходится, один клик, вроде бы так это называется. Так, здесь, вот сколько всего показов было. Вот сколько было кликов, то есть, на товары. Да, вот тут вот CTR. По CTR могу сказать, опять умные знающие дядьки сказали, что хороший, в принципе, CTR, это вот 2%. То есть, ну, ближе к 2, если выше 2, то вообще отлично. То есть, вот это вот. Но это я как-то позавчера поток запустил, или вчера рекламу, да. То есть, вот тут 5,5, 2 продажи. Вот одна продажа. Ну, вот тут вот 6 вот продаж. Вот. Ну, скажу, реклама, реклама не... Автомат работал лучше, потому что, получается, я потратил 175. Ну, тут у меня рекламируется. Ну, вот этот вот новый товар, так, 20 мы убираем. Ну, вот 70... А, 77 долларов я вот, грубо говоря, вот мой товар, который я двигаю. 7,7 я здесь потратил долларов. 7,7 долларов мне принесло 6 продаж. А здесь, здесь я потратил 227 долларов и заработал... Ну, и было у меня 37 продаж. Так, давайте 7 на 70... Ну, 75 это... Это 3. В 3 раза, короче, больше здесь у меня бюджет. Так, было бы 21, но тут у меня в 5 раз больше продаж. Вот. То есть, это вот что касаемо автомата, если вот сравнивать. Вот. Но я не опускаю руки, я продолжаю экспериментировать с рекламой. Вот. Потому что у меня тут, собственно говоря, еще... Ну, как сказать... Ну, во-первых, это все, по большей части, это то, что я настраивал изначально. У меня тут и интересы указаны, всякая остальная хренатень. Вот это вот страницы. Это то, что я вам говорил, что лучше видосы рекламировать, а не страницы в каталоге. Вот. По ним тоже ни о чемные. Вот. Это вообще даже не запустилось. Надо бюджет увеличивать. Тут 15 долларов с хавом. 7 кликов, 0 продаж. Ну, вот. Так, 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 так. Что-то я вам хотел еще показать. Вот. Давайте я вам покажу сейчас вот эту вот программку. Вот. В общем, есть вот такой... Это искусственный тоже интеллект. Короче, программка для создания видео. Специально, короче, для ТикТока, там, Амазона, либо еще чего-то. Ну, по большей части для ТикТока, наверное. Здесь. Заходите на стартовую страницу. Тут у вас будет два варианта. Либо ручная настройка, либо по URL. То есть, если у вас есть, например, амазоновский листинг, либо еще что-то, вы просто вставляете сюда. Может, это даже листик вашего конкурента. Вообще без разницы. Да, либо ручная. Давайте попробуем, да, с ручной. То есть, мы нажимаем сюда. Здесь название товара. Какое-то. Какое-то, не знаю. Вот мы пишем. А, нет, то есть, ну так. Какое-то название товара. Так, какое-то, какое-то. А где у меня тут? Ладно, пока что вот так вот. Здесь мы пишем описание. Всякое это. Но это, как сказать, лучше заполнять, естественно, нормально все. То есть, буллеты, то есть, сюда вставить, либо там description, это пока просто для примера. Вот, то есть, чтобы, для чего это надо? По вашему названию и описанию. То есть, тут тоже искусственный интеллект сделает алгоритм, как лучше, какой видеоролик создать. Вот, то есть, он будет опираться от названия, то есть, и описания. Здесь мы можем, здесь мы можем добавить, добавить, что мы можем? Мы можем добавить, мы можем добавить фотки. Например, вот так мы берем вот эти вот все фотки. Сейчас, ждем. Вот они, загрузили сюда. Нажимаем сохранить. Да, двигаемся дальше. Здесь мы выбираем, естественно, вот такой режим, потому что под TikTok сколько секунд мы хотим, чтобы шло видео. Здесь язык, вот как раз-таки английский, либо испанский лучше делать и в том, и в том варианте. Здесь, давайте, реклама. Реглама для TikTok. Это, ну, чтобы он понимал, что мы хотим добиться от него. То есть, дальше жмем Next. Да, эта штука платная. Тут бесплатных есть две, скажем так, и два раза можно создать. Вот здесь он выдает текст, который будет зачитываться. То есть, вы можете выбирать текст, либо можете написать свое, что вот, допустим, я абракадабру написал. Вы когда-нибудь задумывались, зачем вам нужно идеальное решение для гидрации? Во-первых, это повышение вашей энергии, во-вторых. Ну, поскольку я там описание сделал обутень, соответственно, он мне здесь обутень тоже выдал всякую. Вот, либо вы можете просто свое написать. Вот, то есть, либо он вам будет подбирать, можете нажимать еще, короче, он будет вам другие показывать вещи. То есть, сейчас не зацикливаемся на этом. Двигаемся дальше. Немножечко подождем. Да, короче, вот тут вот покупайте кредиты. Сейчас вам попозже тогда покажу, какие расценки. Что как, что к чему. Ну, штука очень интересная. Если у вас есть всякие фотки, видосы вашего товара, вот, он вам даст куча различных вариантов по вашему видео. Да, ну, вот этого я больше всего боялся, потому что она жрет много оперативки. У меня есть запись видео включено, и все на свете. Вот, сейчас, наверное, подгрузите, я вам тогда покажу. Короче, то есть, вот, соответственно, он сгенерировал уже нам видео. То есть, он делает слайд-шоу, читает текст. Вот, то есть, в принципе, готовая реклама. Так, все это вы можете поменять. Вы можете загружать. Причем вы можете загружать не только фотки, вы можете загрузить видео, и он видео тоже нарежет, сделает свой типа ролик. Вот, то есть, вот эти вот слова. Так, еще, то есть, и тут вот есть различные варианты. Типа, вот этот вот чувак, читая текст, то есть, ну, сейчас тут расхождение есть, но когда вы нажмете, типа, все сделать, то есть, это создает его аватар, то есть, идеально подходит работа губ, мимика, движение, то есть, все. То есть, он прям вот читает этот текст, то есть, это виртуальный такой вот аватар. Вот, то есть, вы тут можете выбрать различные варианты. То есть, какой вам нравится. Вот, и плюс еще, то есть, вы можете, можете, можете выбрать вообще аватар. То есть, кто вам нужен, мексиканцы, итальянцы, испанцы, афроамериканцы. То есть, их тут полно, выбираете, то есть, можете выбрать в любом. Давайте вот эту вот дамочку выберем. И тут вы можете выбирать еще голос. То есть, каким голосом они будут говорить. Ну, и вот теперь вместо этого чувака, то есть, вот эту вот дамочку у нас. Вот, короче, очень интересная штука. Прям вот провозился с ней тоже два дня. То есть, очень классно вот как раз для создания своих видосов, чтобы не блогеры, скажем так, продвигали их, и вы им платили деньги. Точнее, они не продвигают, а вы продвигаете, но при этом платите им денег за то, что они сняли видео. Вот, вот есть чуваки, которые бесплатно. Вот, но это, чтобы загрузить, у вас должен быть обязательно аккаунт обычный, подвязан, как сказать, ну, подвязан к TikTok-шопу. Потому что эти видео, они размещаются на обычном аккаунте. Просто, когда вы продвигаете видео блогера, то вы продвигаете видео с его аккаунта. Вот, а когда вы хотите свое, у вас в любом случае должен быть аккаунт, чтобы на нем было видео, чтобы его можно было продлить. Так, короче, ну, вот такое длинное сегодня видео. Надеюсь, полезное получилось. Если какие-то есть пожелания, дополнения, да, говорите, спрашивайте. Вот, что еще, что еще, ну, попозже. Да, про, ну, вот из всего, что пока что я работаю, вот эта вот штука, бот нам точно нужен. Вот, я его буду продлевать. Ну, давай, грузишь ты. Вот, да, ссылка на него, короче, будет там ниже. Вот, собственно говоря, наверное, все, что я хотел вам сегодня рассказать. Наверное, было много всего, но сорян. Вот, да, есть какие-то пожелания, предложения о сотрудничестве, обмен опытом. Какой-то, если где-то я что-то ляпнул не так, а вы в этом больше разбираетесь, вы мне сообщите, я поправлю. Вот, потому что сам в этой теме только вот разбираюсь, двигаюсь. Если какие-то есть, не знаю, вопросы, консультации, просьбы, так же, да, обращайтесь. Ну, наверное, все.